Добрый вечер, друзья. Спасибо, что вы до нас сегодня дошли в этот погожий июльский жаркий денек. Меня зовут Аня Казонина, я одна из кураторов лектория теории практики перформанса. И у нас сегодня лекция, посвященная такой важной теме, как перформанс и наемный труд. Да, я хочу представить нашего лектора. Егор, расправь плечи, пожалуйста. Это Егор Сафронов. Он художественный критик, редактор, возможно, известного вам художественного журнала. Также преподаватель в лаборатории художественной критики на винзаводе в Москве. И вообще очень важный деятель для российского перформанса, танца и искусства в плане производства текстов, идей, речи и знания. Как мы построим? Сначала ты что-то расскажешь, а потом вопросы? Или можно как-то в процессе задавать какие-то уточняющие вопросы? Как ты думаешь? Ну, если совсем не ясно, то можно в процессе... Если совсем ничего не ясно, в процессе можно задавать вопросы, да. Или не слышно? Да, я думаю. Ну, это в любом случае идет трансляция, в любом случае это все остается в интернете. Если вам надо еще на диктофон ради блога. Все, тогда мы начинаем. Присоединюсь к благодарностям от Ани всем пришедшим в этот вечер. Ну, и также дополню благодарностью ей самой и ее коллеге Марине Исраиловой за приглашение выступить здесь. Куратором замечательного лектория о перформансе и учреждению Новой Голландии и фонду IRIS. И также его сотрудникам, в частности, Нелли Терновой за организацию. Вот. Особенно почетно говорить здесь для вас, учитывая, во-первых, предшествовавшие и планирующиеся выступления, задающие высокую планку и формирующие широкую панораму, которую я бы просил иметь в виду в качестве фона и для моих рассуждений, которые я хотел бы видеть частью этой программы или панорамы. Во-вторых, что я не являюсь академическим дисциплинарием в области исследований перформанса и даже не специализируюсь на перформансе, даже вообще не являюсь ученым, а тружусь как практикующий критик искусства. И в последнее время я осознал свою трудовую идентичность в качестве поставщика контента, ранее известного как текстовый работник. Так что я предупрежу, что моя перспектива означена спецификами и, да, ограничениями моих навыков и оптики, не является претендующей ни на всеобъемлющие знания, исходящие из философии или общественных наук, ни на компетенцию в одном или ни в одном из неоднородных полей перформанса, танцевального внутри изобразительного искусства или понятого как-то еще. Понятого как-то еще. В данном случае как связанного с трудом или его отсутствием, с его нехваткой или его переизбытком. Здесь перед вами цитата, где ставится вопрос об опоре трудящихся или парадоксе трудящихся. Чем лучше они работают, тем им становится тяжелее. Чем они производительнее, тем менее гарантировано их будущее. С реалиями экономики, как аналогии для политэкономии, как ее метафоры, источника или результата, виртуозные уловки преображения или инструментализации для трансформации базиса. Сегодня для рассмотрения перформанса в связи с экономикой я, можно сказать, призван к ответу. И моим ответом не сможет в должной мере ответственности, ответственности дающего ответ, удовлетворительный ответ, стать ликбез, как это было названо, в историческую линию смены концептов и парадигм связи перформанса и экономики. Как им не сможет стать и синтез сегодняшних текущих теоретических точек зрения на этот очень важный и проблемный узел, продолжающий питать уверенные и многочисленные дискурсы. Но я постараюсь дать ответ. Сегодня разрастается конгломерат современного искусства, его институции и подряжаемые им трудящиеся. То, что мы можем назвать вслед уже за известными искусствоведами музейно-промышленным комплексом. Естественно, аналогия с военно-промышленным комплексом. И этот комплекс стремится оживить изобразительное искусство и свои мертвые холодные стены и их объекты вовлеченностью. Завлечь через всевозможные средства, продлить и улучшить опыт зрителей в погоне за мерками просмотров, цифр посещения и длительности среднего визита. Музей полноценно есть двигатель экономики внимания наравне с Гуглом. Экономика внимания — это такая идея, в которой внимание понимается как ценный и ограниченный ресурс, следовательно, товаризуемый и за добычу и эксплуатацию которого идет конкурентная борьба. В этой борьбе музею чрезвычайно подручен перформанс с его ценностью присутствия и живого наличного опыта. Причем ценность присутствия мы можем понимать разнообразно в неисчерпывающем списке, как, во-первых, простое, эмпирическое и расположенное в настоящем времени наличие тел и предметов, как идею о повышенной осознанности себя, других и окружающего пространства. Во-вторых, как феноменологическую категорию опыта необходимо воплощенного, и который был в свое время, в 60-е, поставлен в центр эстетического опыта минималистами, вроде Роберта Морриса. Ну и нужно помнить о том, что они были близки перформанс-художникам и танцевальным художникам-минималистам. И который переживает сейчас этот феноменологический опыт, свое перерождение в уже намного более тотализирующем слове. Возможно, вы слышали «иммерсивность», а также, во-вторых, с половиной, как этический императив. Причем этот этический императив может быть вписан в неолиберальный индивидуализм и его побуждение самозаботы, или же вопреки ему, или в пандан ему, или, если не совсем параллельно, в альтернативные или оппозиционные социальности и их стремление выстроить коллективную или общественную связь и ее этику. В-третьих, присутствие может пониматься как антологическое ядро метафизики, то есть нечто, связанное с пониманием бытия вообще, то есть толкованием бытия и его значение в том, как они сформировались и осели в западной истории философии. Известно, что в этой истории философии Мартин Хайдегер в книге «Бытие и время» 1927 года обозначил словосочетанием метафизика присутствия основное свойство западного толкования значения и бытия, которое отождествляет истину и добро с наличием и необходимо вытесняет и обесценивает отсутствие, нехватку и задержку, придавая им негативные оценки. И его задача разрушения метафизики подразумевала, что эти устоявшиеся привязки присутствие хорошо, отсутствие дурно. Необходимо было, если не отбросить, то пересмотреть или переоткрыть в их первоначальных формулировках, чтобы понять, каким образом наличие и присутствие получили свою привилегию. Можно сказать, исключительно рядом с отсутствием и опосредованием, то есть за счет их исключения. Жак Дорида впоследствии доведет эту задачу до апоретического конца, показав, что присутствие становится ценным, только храня в себе или отторгая от себя свое отсутствие. Это имеет значение для нас, коль скоро метафизика присутствия является, если не кантианской регулятивной идеей, то ценностным ядром в перформансе. Особенно в перформансе изобразительного искусства, начиная с 1960-х годов. И программно это было сформулировано в книге Пегги Феллон «Политика перформанса» 1993 года. И в современном танце, после его прорыва четвертой стены и театрального просцениума всегда восстающим и обещающим присутствие, которое восполнит отсутствие. И это отсутствие фигурирует как нарушение социальной связи из-за атомизации, как опосредование и лишение техники, восполнить которую перформанс может, дав реальный подлинный контакт лицом к лицу вместо искажений цифры и цифровой паутины, как полное концентрированное и длящееся внимание, дающее детокс от отвлечений и микрозависимости смартфонов. И как восполнение лебединального и телесного лишения, заигрывая с обещаниями близости. Именно по этим причинам музейно-промышленному комплексу чрезвычайно подручен перформанс. На картинке строительство недавно уже открывшегося нового учреждения в Нью-Йорке «Амбар» «The Shed» целиком запрограммированного на живые события. И манифест для «Амбара» написала искусствовед Доротея фон Хантельман, воспевая его как почти без преувеличения кульминацию культуры и ее субъективации. То есть видение того, каким должен быть просвещенный гражданин. Она описывает в своей генеалогии привилегированные площадки саморепрезентации культуры и через них сборки сообщества. То есть места синтеза эстетики и политики на протяжении западной истории. В Древней Греции ими служат амфитеатр и агора. В Средние века это собор и храм. В промышленное новое время исторический музей и музей национальной культурной традиции, а также литературный роман в XIX веке. А сегодня, в позднем капитализме, глобализированный музей современного мультидисциплинарного искусства, событийный музей или центр современного искусства, становящийся площадкой всеобъемлющего опыта и феноменологического погружения. Он понимается ею как продукт и место удовлетворения запросов на высшей ступени пирамиды Маслоу, когда вся нехватка удовлетворена, тяготы жизни оставлены в прошлом, а у подавляющего числа масс появляется существенное время для досуга. Об этом, в частности, была книга экономистов Джосефа Пайна и Джеймса Гилмера «The Experience Economy» «Экономика опыта», где сам опыт становился программируемым или тоже ресурсом для производства. Именно таким субъектом дает пространство и место производства, культивации современная институция современного искусства, музейно-промышленный комплекс «Зрелище» в эконических зданиях от звезд-архитекторов. Амбар спроектирован бюро дилерска Фидио Ренфро, те же, что проектировали парк Зарядье. В них этот неолиберальный субъект досуга находит тщательно курированную саморепрезентацию и самопотребление, которые отвечают на запрос заботы индивида о себе. Поэтому выставочные площадки не просто показывают национальное достояние или отличительные артефакты изобразительного производства, а становятся универсальными и вбирающими в себя все возможные культурные практики пространствами, где современная субъективность находит свою сборку в предполагаемую публичную сферу, коль скоро она тоже полагается на метафизику присутствия. Здесь перформанс сливается с более широким полем социального вообще. В данной перспективе музейный бум, то есть переустройство публичной сферы расширением и монополизацией культуры неолиберальным музейно-промышленным комплексом с его перформативным поворотом и тем, что сама фон Хантельман называет поворотом к опыту, будет представляться как в целом положительное и раскрывающее потенциал народа в его вовлечении во все разнообразные и осовремененные рода культуры и жанры искусства, дарующие не только институцию будущего, но и общественный консенсус вокруг вновь собранной публичной сферы, эстетизированной и даже, возможно, в потенциале разочужденной. Можно добавить, что идеи фон Хантельман испытали влияние ее супруга, известного художника-перформансиста Тина Сигала. Значимым этапом данного развития будет возросший интерес к перформансу. Крупнейшие институции изменили в последние десятилетия, начиная с 2010-х свои программирования, включив отделы перформанса, выделив специальные залы, так называемые серые ящики, а еще ранее с 2000-х стали комиссовать ре-перформансы и ре-энактменты. Вот на экране ключевая художница в этой связи Марина Абрамович, чья ретроспектива в 2010-м году в Нью-Йоркском МОМО стала поворотным пунктом. В России урезанную версию той выставки привозил музей-гараж, тогда еще центр-гараж. Он также импортировал подход ре-перформанса с опорой на длительное присутствие обнаженных волонтеров, выявив то, как единичный аффект присутствия может опираться на серийную эксплуатацию и зрелищную медиатизацию. Натуристская аутентичность культуры 60-х, где обнажение равнялось раскрепощающему вызову социальным дисциплинам, обернулась неоплачиваемой голой жизнью дико-капиталистического выживания, где гомо-сакер после шоковой терапии учится покорности у новых олигархических и плутократически вращающихся по маршрутам художественных ярмарок хозяев. В России два частных фонда искусств, выстраивающих свои учреждения, музей-гараж, уже упомянутый, и фонд Виктория имеют недавно запущенные программы исполнительских искусств, названные кратко Live по-английски, а последний фонд в связи с крупной стройкой пытается приспособить крупной стройкой тоже звездного архитектора Ренца Пьяна, пытается приспособить идею дома культур из советской России 1920-х годов. Вопрос, насколько они оригинальны в этом подспудно и употреблении возможно в этом обращении есть подспудное обращение употребления этих идей советских домов культуры в радикальном искусстве нулевых, в том числе в этом городе, к своей будущей концепции, включающей и педагогику, и исполнительские искусства. А первый, то есть музей-гараж, уже давно, с 2012 года, развивается в тандеме с переоснащением обновлением и товаризацией городской среды в окружающем его парке Горького и шире по всей Москве, переопределяя общественное пространство города на позднекапиталистических условиях креативности и потребления. И то место, где мы с вами находимся, имеет в своем лозунге словосочетание культурная урбанизация, то есть ту же задачу переделать городское пространство и, следовательно, публичную сферу. Но я бы стремился оспорить или привнести вклад в то, чтобы оспаривать такое видение симбиотических отношений институции и перформанса или счастливой инструментализации и перформанса для институции. Потому что создаваемая неолиберальным музейно-промышленным комплексом публичная сфера отнюдь не так беспроблемно, как себя представляет, присваивая риторики прогресса и общественного служения в своих заявлениях о миссии и пресс-релизах. Философ Сухаил Малик в эссе «Гражданские добродетели неолиберализма и картелизация современного искусства» называет современное искусство картельным сговором, то есть непрозрачной коррумпированной системой, которая не просто обеспечивает легитимацию растущего неравенства, но и сущностью меняет понимание общественного в пользу частного интереса. Предъявляя гиперконцентрацию богатств как моральное благо с меценатской продвинутостью, которого не могут конкурировать чахлые, отстающие и лишенные финансирования государственные учреждения. Картель современного искусства является по Малику ключевым инструментом обеспечения гегемонии неолиберального капитала и оправдания классового господства сверхбогатой элиты, присваивающие себе не только монетарные, но и культурные блага, а также претендующие на гражданскую благодетель и диктуемые ею общественный престиж в конечном итоге сами параметры публичности. Здесь я хотел бы проделать то же, что Клэр Бишоп в своей знаменитой статье 2004 года «Антагонизм и отношенческая эстетика» проделала по отношению к кураторским представлениям о взаимодействии в искусстве как непротиворечиво благотворным и привносящим космополитический консенсус утопической социальности после Холодной войны, указав на его забвение классовой исключительности, его некритическом участии в циркуляции западноцентричного крупного капитала соответствующими неоколониальными подразумеваниями и его гомогенизирующих видениях общества, которые закрывали глаза на множественные и пересекающиеся исключения по линиям класса, расы, гендера и так далее. В данном случае я хочу обратить внимание на то, каким образом господствующая линия перформативной институции не просто делает невидимыми классовые отношения, а усугубляет их и на то, что нам могут сообщить об этом трудовые реалии перформанса и отображение их в творчестве. Причем перформанс я предложу понимать, как с одной стороны множественное поле художественных практик сейчас и с вниманием к российским развитием, с другой стороны вслед за марксистской мыслью и философами постфордизма как аналогический источник понимания положения труда в целом в тех откровениях, что нам могут сообщить перформанс и шире искусство вообще в понимании экономики как таковой. Инфраструктурному сдвигу сопутствуют или просто синхронные подпольные исходящие из художественных поисков эксперименты, стоит и говориться. Неудивительно, что они пытаются контрартикулировать это становление пространства искусства оживленным, тоже вне разграничений родов искусств и их пространств или перемежая разные рода искусств, то есть между галереей, музеем, танцтеатром и другими типами культурных учреждений вроде библиотек и вне их на улице или в их гибридности. Например, оппозиционная институция Дом культуры Розы в Санкт-Петербурге строится на принципе низовых самоорганизованных кружков, имеет регулярные танцевальные классы и ведет исследовательскую программу о постсоветском теле, культивируя гибриды между размещением в выставочном зале, в танцтеатре, в городе или даже в гимнастическом зале. И параллельно ей идут занятия школы вовлеченного искусства, что делать? В манифесте, при запуске которой в 2013 году заявлялось ее сооснователем художником Дмитрием Веленским нужно скрестить поэзию и социологию, хореографию и уличную политику. Вот буквально вчера я слушал замечательную лекцию критика и поэта Романа Сергеевича Осминкина о контрпубличности такого рода коллективности, где присутствие и перформативность задействуются для оппозиционной субъективации. Поэтому я не хочу утверждать, что исполнение целокупно захвачено под повестку правящего класса. Но все-таки вопреки расхожей риторике о самоценных качествах процессуальности, телесности, присутствия и так далее я вижу необходимость взвешенной критики. Рассмотрим перформанс 108 стола 2018 года проекта действия инициированного Александрой Конниковой с кураторством Анны Кравченко. Работа заключалась в 9 часах постоянного присутствия на износ. Я прошу прощения, если я какие-то детали упущу или ошибусь, где исполнители предъявляют предварительно и долгое время практиковавшуюся ими соматическую терапию или ее разновидность или полустановедческое погружение в игру свободных ассоциаций и отыгрываний воспоминаний, травм или реакцией на феноменологически чуткое окружающее пространство. В данном случае пространство творческого кластера. Здесь хореография, а авторы происходят из танцевальной конвенции, деквалифицируется и сливается с терапевтически досуговым режимом индивидуалистического самоподдержания, но в коллективности. Это образцовый endurance piece, то есть произведение на выносливость, в котором темпоральность произведения растягивается из короткого вечернего представления на все время работы выставочного зала. И партитура не нотирована внутренней логикой танцевальной композиции, а отстраивается сайт специфически, как заполнение конкретной галереи, где тела занимают пространство, присутствуют, пребывают, следовательно, наполняют его своей энергией здесь и сейчас рядом со зрителем, нежели находятся в удаленном и идеализированном плане хореографического образа или повествовательного допущения за четвертой стеной. Это не постановка с нарративом о медитирующих дзен-буддистах где-то еще или в прошлом или будущем, а современные и вот бытийствующие субъекты, постоянно отвлекающиеся и или поглощенные исключительно собой, самопоглощенные вплоть до самозабвения, до самоменеджериальной шавасаны. Шавасана это так называемая поза трупа в йоге. Они такие же, как зритель, такие же, как мы, и чья пластика различна и может позволять непрофессиональных танцоров, а открыто любому, готовому посещать собрание и затем предъявлять в качестве своего соло соматические автоматизмы в регрессивных положениях и самопогруженных откликах. Что показывают нам в 108 соло это тело современных трудящихся, тело одновременно перетруженное и безработное, чья переработка неотличима от безделья и досуга и чье действительное классовое положение неразличимо. Это тело, вынужденное для выживания и совладания прибегать к постоянной самотерапии, самомотивации по 9 часов подряд, оно помещено в изматывающее самовыражение на износ. Это соматическая симптоматизация истощения, истощение работника и истощение хореографической конвенции. Это выгорание и попытка его восполнить. Гораздо более обширное явление на самом деле сегодня живое присутствие в галерее. То есть простое длительное присутствие тела или тел в выставке или исполнении часто отстраненное, замедленное. Здесь 108 соло скорее интересный пример низовой самоорганизованной формы такого присутствия. Хотя намного распространеннее делегированный, подряженный, наемный тип присутствия, то есть выданный на аутсорс. Все ширится класс или подкласс подобного рода исполнителей, того, что я позволил себе, когда перепостивал события в Фейсбуке, назвать перформятом. Мой неологизм. Или того, что Маркс назвал бы резервной армией труда. О ней ниже, я скажу. Множество полубезработных исполнителей и, следовательно, становится более явной видимость их тел. Я упомянул понятие делегированный перформанс. Оно было введено критиком Клэр Бишоп, чтобы выявить видимость такого рода подряда на аутсорс. Больше того, когда тот задействовал предъявляемую ту или иную особую идентичность или маркер сообщества порой маргинализированного или негосподствующего мигрантов, инвалидов, цветных или ЛГБТ. Больше того, присутствие и даже исполнение этого множества становится особым свойством искусства. Живое наполнение телами трансформирует сегодняшнее эстетическое пространство, в том числе музейное. Вот здесь цитата Хита Штерль как раз об этом. И я бы адресовал вам вопрос, возможно ли в этом присутствии в кавычках или без них найти потенциал к классовой сознательности. Я вот утверждаю, что в присутствии есть то, что Маркс и Фридрих Энгельс в книжке «Немецкая идеология» называли классом в себе, в себе. Эти двое отличали класс в себе от класса для себя, для определения двухэтапного становления классовой сознательности, то есть политической субъективации угнетенных. Собственно, для этого они использовали этот кантианско-гегельянский жаргон. Класс в себе погружен в идеологию, которая во всех эпохах является идеей правящего класса, тогда как класс для себя осознает свою особость и начинает ее утверждать, преодолевая свою захваченность в господский дискурс. Так вот, в присутствии дано тело прекариата, перетруженное, безработное, оно выставляется как, собственно, субъект и объект труда, индивидуализма и распада коллективности, но при этом оно еще слишком захвачено фантазмом неолиберальной культуры, космополитическим призраком превосходства современного искусства и в его специфической темпоральности. И им затмевает глаза на их реальное положение ширма публичной вовлеченности, которую проецирует картель музейно-промышленного комплекса, этот передовой край подчинения. И я не устаю повторять, музей современного искусства это самая изощренная лаборатория изобретения и тестирования новых форм эксплуатации и отчуждения, ничем некомпенсируемых. И вот чтобы прикариат или перформиат стал классом для себя, требуется отогнать эту идеологию и начать утверждать права, но в широкой солидарности с другими угнетенными группами. При этом здесь, то есть в 108 соло и в подобных работах явлено то, что Баяна Кунст называла эстетизацией прикарности, которая инструментализируется для двух важнейших стратегий неолиберализма. Первое. Тестирование и внедрение посредством современного искусства все менее справедливых условий труда. Прикаризация и даже люмпенизация в перспективе становления работников одноразовыми, уже вне воспроизводства, угроза чего обещана нам платформенным хозяйством и так называемой sharing economy. Доставщик Яндекс.Еды, водитель Убера или медиатор на выставке в олигархическом музее. Кто будет выполнять эту задачу завтра и будет ли это человек вообще с его или ее хрупкой и требующей заботы жизнью, мало кого будет волновать. Работники становятся одноразовыми. Вторая стратегия это джентрификация, то есть приращение меновой стоимости недвижимости, постоянного капитала, утратившего назначение посредством валоризации самих форм жизни, как их называет итальянская биополитическая мысль. То есть использование ценности присутствия, о которой было выше, а также более традиционных проекций неотчужденного и эротически творчески раскрепощенного бытия на образ жизни творческой прослойки или богемы, которая помещается для инъекции приращения стоимости постоянного капитала. Сегодня в перформансе все больше сквозит призрак политэкономии, то есть реалий сегодняшнего труда, который, как представляется, распространился за пределы рабочего места и задействует самый обширный спектр навыков. И в традиции современного танца исполнение, похожее на задачу, по-английски task-like performance, рутинное действие, витенное Ивоне Райнер в начале 60-х и в перформансе внутри конвенции изобразительного искусства, в многочисленных приемах неоавангарда, редуцировавшего набор средств к телу художника и синхронизировавшего процедуры с трудовыми навыками постиндустриального сдвига, можно обнаруживать трансформацию в этот период в 60-е годы, когда перформанс стал выявлять экономику почти напрямую. По крайней мере, так кажется, может показаться ретроспективно. Но телесное движение и исполнение в более широком смысле начало анализироваться как созависимое от экономических отношений намного раньше. В Веймарской Германии можно назвать два примера. Зигфрид Кракаур в тексте «Орнамент массы» смотрел на ансамбль девочек Тиллера и видел в нем бессознательную истинную эпохи и необходимый диалектический этап преобразования человеческой телесности промышленностью. В мерном выбрасывании ног танцовщиц была очевидна для него динамика конвейера и подчинение под его началом конвейера всей социальной ткани. Орнамент массы обозначал эффект Тейлористского ассамбляжа человека и машины в симметрических синхронизированных парадах, танцах, конвейерных линейках давал почувствовать беспредельную силу промышленности в ее деформации и ковке телесной ткани человечества. Тогда же исторически-материалистическая критика Вальтера Бенемина развивала видение хозяйственных процессов как метаболически и диалектически задействующих преобразующих телесности. Из множества его пассажей об этом я вспомню один в его знаменитом описаний толпы и фланера, наверное, вам известных, скопления людей в городах из книги о Бадлере. В работе эксцентрика соотнесенность с экономикой очевидна. Своими угловатыми движениями он имитирует действия как машин, подающих ткань, так и конъюнктуры, продвигающие товары. Сходное подражание лихорадочному движению материального производства и соответствующим формам деловой жизни осуществляют движущиеся в толпе. Луна-парк, превращающий маленького человека в клоуна-эксцентрика. Люди ведут себя так, словно они в состоянии выполнять только рефлекторные движения. И Кракаур, и Бенемин продолжали на самом деле эпистемологическую динамику капитала опус магнум Карла Маркса с его поэтической хореографией движения хозяйства. Его последействия еще долго влияли на передовые эстетики. Вспомните неснятый фильм «Капитал» Сергея Эйзенштейна или снятые «Новые времена» Чарли Чаплина. Кинофильмы, в которых промышленность буквально танцует в киномонтаже. И я просто как сноску здесь упомяну, советский авангард 20-х годов, который синхронно веймерским критикам или даже раньше их, стремился взаимную обусловленность телесного исполнения и экономики преобразовать практически в различных вариациях фордизации и тейлоризации тела и его предметной среды через биомеханику у Всеволода Мейерхольда, через товарища вещь у Бориса Арватова и другие концепты. Ну или в таких практиках, как живогазетный театр в труппе «Синяя блуза» или в физкульт-парадах. А в начале 21 века такое аналогическое сближение перформанса и экономики кажется находит свое отождествление, даже обратное влияние. То есть уже не экономика диктует телу и перформансу, а перформанс становится источником для понимания экономии. В принципе, это возводимо и к самым началам политэкономии как дискурса, в которых эстетика играла отнюдь не вторую скрипку по отношению к эпистемологии. Например, экономические таблицы Франсуа Кене 1758 года, считающегося самым первым трудом этой нововременной науки, полагался на эстетическое представление циклов воспроизводства кругооборота сельского хозяйства и торговли, то есть схемы, не в меньшей мере, нежели на материальное описание процессов и некую математизацию рациональную. Это подчеркивала Сьюзен Бакморс в тексте «Воображая капитал. Показ политэкономии». Да и Мишель Фуко в «Словах и вещах» в тексте 1963 года показывал в той археологии дискурса, позволившей создать формацию политической экономии в XVIII веке, насколько важна в ней была эстетическая карта, таксономическое отображение и метафорическое движение для понимания реалий хозяйства. Да мы и теперь сомневаемся, является ли экономика точной наукой в строгом смысле. Так вот, в XXI веке в таких понятиях, как нематериальный труд у Майкла Харта и Антонио Негри, виртуозность у Пауло Фирна или артистическая критика капитализма у Люка Болтански и Эв Кьепелло уже искусство и перформанс в частности используются как прямые источники аналогии для описания реалий труда. Это сближение подтверждается в феминистской критике аффективного и репродуктивного типов труда, например, у Сильвии Федеричи, где центрируются забота и эмоции как хозяйственные категории. И важно подчеркнуть, что забота и эмоции традиционно в патриархате феминизируются, то есть приписываются женщинам и тем самым обесцениваются и не считаются трудом до сих пор. Поэтому современным творческим работникам так трудно отстаивать свои права, поскольку патриархат отрицает за их усталостью реальность и обесценивает ее как блажь. Вот пример репродуктивного труда и различия оценок. Рабочий на фабрике после отчуждения своей рабочей силы приходит домой, где его кормят, гладят ему рубашку, окружают заботой, чтобы он восстановил силы. Это, собственно, и есть сфера воспроизводства. Домашний труд, поскольку готовка, уборка и так далее не эксплуатируются официально, не входят в самопроизводство и за них не платят зарплату. Они не считаются производительным трудом и вообще не считаются трудом. Хотя без них все то, что считается трудом, ими считается, остановилось бы. И итальянский операизм, так как течение в философии, поэтому начал утверждать в 60-е годы, что фабрика расширилась на общественное поле вообще и на дом в частности, чтобы показать соучастие всех цепочек хозяйства в общественном производстве, в том числе домашний труд. Вообще это делал уже и сам Маркс, особенно во втором томе Капитала. Так вот, при современном строе эти типы труда, заботы, внимания, аффектов, те, что преимущественно высвечиваются или задействуются перформансом, они актуализируются уже в качестве производительных, то есть основных, а не просто восполнительных или выведенных из пространства труда в домашнюю приватную сферу. Но однако они, вопреки тому, что становится в центр, как ставится на станок и на конвейер, не получают из-за инерции той привилегии признания и по-прежнему считаются бесплатными или могут быть неоплачиваемыми, в том числе из-за сексизма. И само слово performance используется в управленческих вокабулярах как показатель эффективности. Возможно, вы слышали словосочетание или аббревиатуру KPI, Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности. Больше того, как мне рассказала на днях художница и исследовательница перформанса Оля Сосновская, крупные корпорации нанимают художников-перформансистов для проведения тренингов и тимбилдингов, которые, в свою очередь, сами эти тренинги и тимбилдинги обоснованы в экспериментальных процедурах театра 20 века, куда можно прицепить массовые досуги вроде ролевых игр, квестов и других форм, обоснованных на социализации и исполнении, даже в самых овеществленных и коммерциализированных ипостасях. Здесь можно увидеть то, что критик Свен Лютикин называл обобществленное, то есть всеобщее общественное исполнение, generalized social performance, ну или то, что по Марксу можно назвать абстрактный общественный труд. Вообще, само определение труда крайне нестабилизируемо и всегда было таковым, так же, как и определение перформанса, то есть по-русски исполнения. В них есть что-то общее. Вот в первом томе Капитала Маркс давал знаменитое метаболическое определение труда, как бы противопоставляя его природе, на первый взгляд, но при внимательном прочтении помещая его деятельность в отношенческой динамике сопроизводства человека и природы, где первичны целесообразность и особенно работа преобразования, а не какая-то эссенциалистская сущность, та или иная конкретная материальность или тип деятельности. То есть изначально в Капитале уже есть такая десубстанциализирующая отношение в определении труда. И в 60-е годы, тот же период неавангардного сдвига, эта десубстанциализация труда продолжилась, когда на первый план стала выходить практика, например, в структуралистской философии Луи Альтуссера. Вот так элегантно определял практику Альтуссера. Под практикой как таковой мы будем понимать любой процесс преобразования данного определенного материала в определенный продукт. Преобразование, осуществляемого определенным человеческим трудом, использующим определенные средства производства. Во всякой понятой таким образом практике определяющим моментом или элементом процесса является не материал и не продукт, но сама практика в узком смысле слова. Момент самой работы преобразования, который в пределах специфической структуры задействует людей, средства и технический метод утилизации средств. То есть процесс преобразования первичен и все остальное уже и материалы, и люди, и их отношения задействуются вторично. То есть исполнение в самом широком смысле и труд, или практика в таком десубстанциализированном смысле, как абстрактный труд, подлинно обозначает нечто схожее, процесс преобразования. А в империи хард и негри описывали ресубординацию или процесс подчинения вариативных исполнений сообщения масс после 68-го года, когда креативность подверглась кооптации, инструментализации, а творческая способность стала предметом биополитики. Кстати, по их мнению, Советский Союз распался, потому что не перестроился, не смог захватить творческую потенцию множеств, не давал проявиться их низовому творению, что сумел сделать постиндустриальный сдвиг на Западе. Это ныне общеизвестно. И перечитывая верно в определении виртуозности, я обратил внимание еще раз на то, как эксплицитно постфордистский труд имеет в качестве своего протагониста артиста-исполнителя. Именно это словосочетание он использует. И характеризуется в первую очередь самозамкнутости, где цель положена сама в себе, без воплощения ее в долговечное произведение. И во-вторых, в присутствии других, что для этого типа труда требуется присутствие других в ситуации сценичности. И таким образом задействует политичность или потенциальную политичность такого типа труда. И вот этими двумя качествами характеризуется то, что Вернон назвал виртуозность. То есть виртуозность — это не веществляемость в конечный продукт, а не раздельность от отправляющей ее субъективности и публичность, совместность, общительность, предполагаемые как его условия реализации. И по Верну этот тип труда является всеобщим теперь. Он также подчеркивает, что Хан Арент и Маркс берут в качестве образцов для этого танцоров, актеров, музыкантов, пианистов и ораторов. Любопытно, что танцор в понимании Верна занимается коммуникацией, то есть языком. Труд танцора, однако, не в понимании языка как кодированной системы знаков, то есть это не передача сигналов жестами или хореографической нотации, но в создании и поддержании самой ситуации общительности, связи и совместностей, дистанции и стремлении их преодолеть. Но при этом это непроизводительный труд, традиционно он считается непроизводительным, так как он не производит прибавочной стоимости. Наемный труд, который в то же время не является производительным, и инерция этого продолжает нас тяготить. Но тезис Верна в том, что в постфордизме это разделение утрачивает силу, цитирую, когда производительный труд в своей тотальности присваивает особые характеристики артиста-исполнителя. То есть и производительные рабочие в реальном секторе становятся танцорами, их понуждают к общительности, они тоже должны стать виртуозами. И вот важный пункт. С появлением культурной индустрии виртуозность становится трудом масс. Это, наверное, вам общеизвестно, но я в подготовке перечитал эти пассажи, интересно было. Продолжая Верна, Баяна Кунст видит не просто символическое отражение общественных процессов, как это можно было подумать в вышеупомянутых пассажах «Убени» на икра каура, но опасную близость искусства и капитализма, в которых перформанс выявляет эту близость особенно симптоматично. Я упомянул также прикарность. Это некий основной, один из основных концептов сегодняшней критики, который определяется как нестабильность, отсутствие гарантий и текучая занятость. И в этом концепте явна генеалогически и темологически прослеживаема его зависимость от исторически традиционного социального положения художественной прослойки. Богемы, как люмпен пролетариата. Так его определял Маркс в 18-м примере. Вся неопределенная разношерстная масса, которую обстоятельства бросают из стороны в сторону. Под прикарностью в теории также понимают более широкое общественное состояние, затрудняющая солидарность своей инаковостью, но в то же время отчерчивающая линию экономической, политической и экологической нестабильности, на порог которой изгоняется все большее число страт в состоянии чрезвычайности, неуверенности, исключения. В том числе прикарность может пониматься как хрупкость этического другого, феноменологическая и онтологическая хрупкость. Вот Хелл Фостер любопытным, полезным образом сочетает эти разные аспекты прикарности в своем тексте к грамматике чрезвычайного положения 11-го года. Но в русском языке кажется прикарность значит вполне специфический конкретно социально-экономическое положение, в отличие от других языков европейских. Но нужно заметить, что популяризировано это слово было в том числе посредством искусства. В художественном мире это слово стал использовать швейцарский художник, базировавшийся в Париже, Томас Хиршхорн, еще в 92-м году. Он называл словом «прикэр» те картонки и фанеры, которые оставлял на тротуаре для мусорщиков, документируя обеднение и энтропию скульптурной формы. И от хрупких картонок прикарность впоследствии стала значить для него все возрастающие ненадежно обеспеченные массы. Вот я цитирую Фостера. Несмотря на то, что Хиршхорн уже давно обращается к понятию «прикэр», его полное значение в работах художника было не всегда очевидно. Изначально оно отсылало к незащищенности и короткому сроку жизни его произведений. Например, его брошенные работы и «Кто-нибудь позаботится о моей работе» 92-го года. Были сделаны из обрывков бумаги и досок, и Хиршхорн оставлял эти работы на улицах, чтобы их разбирали прохожие. Сначала он проводил различия лишь между ненадежным и эфемерным. Однако вскоре ненадежность стала для него не столько характеристикой его работ, сколько понятием, описывающим положение людей, к которым эти работы обращены, со всеми вытекающими из этого этическими и политическими последствиями. Французская «precare» указывает на социально-экономическую незащищенность, не столь очевидную в английском «precarius», имеющим более широкое значение. Сегодня понятие «precarrite» используется для обозначения условий труда при неолиберальном капитализме, когда для огромного количества рабочих исчезают всякие гарантии занятости, не говоря уже о проблемах с медицинским обслуживанием, страховкой и пенсиями. И хотя «precarrite» является продуктом постфартистской экономики, с исторической точки зрения ненадежная занятость это скорее правило, а относительно стабильная занятость и защита трудящихся со стороны профсоюзов при фардизме были как раз исключением. Это довольно хитрая категория. Задается вопросом, что может быть утеряно при дискурсивном переходе от пролетариата к «precarrite»? Не нормализует ли это понятие специфические условия? Так называемое общество риска, которые могут измениться сами или быть подвергнуты сознательному изменению извне. Может ли «precarrite» освободиться от своего виктимного статуса и стать социальным движением? Одно можно сказать точно. «precarrite» не является единым классом. Как заметил Геральт Рауник, с одной стороны есть мягкие формы «precarrite» для цифровой богемы и интеллектуалов и с другой жесткие формы репрессивной трудовой дисциплины для иммигрантов. Согласно оксфордскому словарю английского языка, слово precarius происходит от латинского precarius, полученный по просьбе, зависящий от благосклонности другого и поэтому неопределенный, от «precess», молитва. Это определение подчеркивает, что положение незащищенности сконструировано режимом власти, от благосклонности которого и зависит прекариат. Я еще процитирую здесь румынскую художницу, умершую в этом году, Алину Попу. Она вот пишет «С тем, как рынок труда постепенно теряет средний спектр, что приводит к господству ручных, повторяющихся, неквалифицированных рабочих мест с одной стороны и абстрактных умственных с другой, перформанс также колеблется между двумя полюсами. Во-первых, он опирается на выносливую работу исполнителей, переделанных в разумных роботов художественного рынка и, во-вторых, эта работа умственно программируется художником-хореографом, запускающего в движение рой нематериальности в музеях и общественном пространстве, окруженные стенами белого куба, теплокровные живые предметы закачивают опыт в вены посетителей и прибавочную стоимость в мертвые предметы. Одна из причин, почему произведения на выносливость обладают политэкономическим смыслом, заключается в политике времени, в значении времени труда. Маркс называл время центральным вопросом в производстве и в экономике. Собственно, общество выстроено вокруг политики времени, так как прибыль формируется из прибавочного времени труда, то капитализм стремится захватить максимум времени, сделать его временем труда и отчуждать его. Поэтому борьба с капиталистическим угнетением десятилетиями строилась за свободное время, за досуг, за восьмичасовой рабочий день, а также вокруг времени воспроизводства. Вот один из перформансов дуэта Айсидорина Горе, созданный в режиме сайтоспецифичного размещения вне черной коробки «Рыцари Дизабилити» 2015 года. Яркий пример работы с проблемой труда. Перформанс размещен вне танцтеатра, но при этом прямо напротив Большого театра, цитадели балетной конвенции. Половина дуэта Александра Портянникова ранее испытала травму, самую распространенную танцы, и которая случается у третьей балерин, с большой вероятностью потери работоспособности. И на целый год, лишившись возможности танцевать, она решила тематизировать это состояние, вынести свою трудовую травму в центр произведения, в публичное пространство города, рядом и против танцтеатра, как вызов балету и его исключениям, в том числе исключения или становления невидимым труда и времени воспроизводства, времени восстановления, коль скоро танец стремится показывать только виртуозную иллюзию, стирающую усилия. Политика времени также проявляется в том, как капитализм преодолевает лимиты, фронтиры, не только пространственные в колониях, в перифериях, в переустройстве городов или в производстве руин, но и временные, стремясь увеличить относительную прибавочную стоимость продлением времени неоплаченного труда. Искусствовед Джонатан Крэри обозначал поздний капитализм как режим 24 на 7 и находил в его динамике посягательство на, в его словах, последний лимит, грань самого физиологического воспроизводства рабочего тела во время сна, когда в периоды сна происходят интрузии техник и побуждений эксплуатации, всякие уведомления, звонки, имейлы. Сновидение становится фабрикой, а естественные планетарные циклы суток подчиняются финансовой бессоннице. Вот философ Алексей Пензин осмысляет сон как вопрос непрерывности и увязывает его циклы с будущностью текущего статус-кво. Перформативную полиэкономическую анейрокритику я использую анейрокритику термин Виктора Мазина осуществляет московская художественная группа Движение Ночь основанная Варварой Геворгизовой и Анастасией Рябовой в 2015 году. Вообще, начиная с 90-х годов расширилось, крайне расширилось число художественных произведений, видео, перформансов, марафонов, дискуссий, которые смещают время в ночные циклы, работают в круглосуточном формате очень рано или очень поздно. И это расширение не просто симптоматизирует посягательство этого режима 24 на 7, а напротив предвосхищает и усугубляет его, двигает его вперед и заостряет его. Его ускоряющееся движение получило новый импульс после распада коммунизма, когда в период неолиберального глобализационного триумфа погружающие инсталляции стали вращаться по миру по неперестающим запускаться биеннале и мегамузеям. Одновременно с ними происходили бум взаимоотношенческой эстетики, взлет кураторства, педагогические повороты и то, что Клэр Бишоп называла коллаборативным промискуитетом, которые не только отражали постфордистское состояние, но и порождали намадического субъекта, бесконечно трудящегося космополита, транспортируемого по событийному круговороту вслед за застрахованными произведениями, договоренностями и встречами, гарантированными топливом того, что в Америке называют cocaine talk, сближающийся с логореей вербальной виртуозностью. Одним из прецедентов для движения ночь можно назвать круглосуточный марафон в лондонской галерее серпантин 2006 года запущенный известным куратором Хансом Ульрихом Обристом. Марафон, который стал с тех пор ежегодным. Он проводится каждый раз в новом временном павильоне от того или иного звездного архитектора, в тот раз это был Рэм Колхас. Они вдвоем вместе с Обристом интервьюировали самых различных деятелей в приверженности принципу междисциплинарности круглые сутки без остановки марксистских философов от кутюр модельеров, художников, архитекторов, литераторов, режиссеров и музыкантов. Хелл Фостер писал по поводу этих марафонов. Если для Сартра ад это другие, то для меня безостановочно говорящие другие что-то похуже. Место похуже, чем ад. Для иных это может стать притягательным топосом. Стоит только взглянуть на то, в какой манере социализируется московская художественная среда. Движение ночь продолжает привычные ей, то есть в этой среде групповые бдения, унаследованные почти напрямик от коллективных действий группы, основанные Андреем Монастырским еще в 70-е годы и соавторов, заостряя внимание на сегодняшней культурно-креативной бюрократии, ее эксцессах, желаниях и выпадениях. Вот среди ранних произведений движения ночь, ночь страшных историй, наиболее экспериментально использовала коллективный дискурс, подвергая предусловия сознательной работоспособности и вообще способности артикуляции определенному испытанию, то есть разговор всю ночь. А ночь сна вовсе отказалась от бодрствования, предложив участникам снотворное и совместный, даже принудительный сон. Таким образом, художники и их коллабораторы решили испытать гипотезу о том, художницы, художницы и их коллабораторки решили испытать гипотезу о том, можно ли производить искусство во сне, став некими постфордистскими сюрреалистами. Тесно связаны с дальнейшим ускорением этих трансформаций циклов сна и экономизацией времени досуга персональные технологические устройства и их простетическая интеграция индивидов в постоянно вычисляющую, следящую и чувствующую облачную стопку. Я говорю о смартфоне, который стал в начале десятилетия обязательной искусственной необходимостью для современного субъекта. Его центральность в перформансе последних лет и шире в том, что называют образной экономикой, как производительное средство и как культурного феномена трудно переоценить. Я называю эпохальным, почти даже всемирно-историческим явлением внедрение функции Instagram истории в 2016 году таких образных трансляций, которые исчезают через 24 часа. И смартфон с новой силой поставил уже давно актуальные вопросы технического опосредования и документации в перформансе, порождавшие и ранее продуктивные дебаты. И смартфон, как я утверждаю, переопределил модель художника, идентичности художника, перформансиста прочь от ауротичной харизмы, в танце, прочь от ведущего репетиции, нотации и господствующего узла труппы, сделав его или ее тем, что называют сейчас в жаргоне SMM инфлюенсером. Инфлюенсерами называют влиятельных пользователей социальных сетей с большим социальным капиталом, использующих его для трансмиссии идей, товаров и услуг. Вот так и художники, перформеры, хореографы, все вообще творческие работники становятся инфлюенсерами, создающими яркие образы, позы и языковые фрагменты для их вирального распространения. Вот так в 2016 году художница Софан Скитан запустила трио «Странные аттракторы». И они начали творчество изначально исходя из возможностей живых трансляций в Инстаграме. Изначально их произведения на уровне эскизов уже строились под формат экрана в смартфоне. А в 2018 году Саша Пучкова создала такой танц-перформанс с названием «Синтексис», где исполнителями являются простые зрители и им дают инструкции, хореографические инструкции через посредство Телеграм-бота с помощью отрисованного художницей набора стикеров. И в обеих работах смартфон приобретает иконографическую центральность вместе с тем, как он внедряется в сердцевину производительного средства, показывая не только тенденцию, но и революционизируя саму натуру художественного труда, преобразуя и обновляя ее в соответствии с будущими требованиями и грамотностями или неграмотностями, де и реквалификациями. В перформансах группы чтения «Девушка» используется смартфон. Он сочетается с некой регрессией, такой особенно современный диспозитив де и реквалификации. Субъект, флиртующий со своим смартфоном в позе одолизки, возлежащей, вот в этой телесной диспозиции заключена действительность труда и воспроизводства, в том числе производство субъективности, нарциссического замыкания на индивида при неолиберальном капитализме и его технологиях. То есть здесь труд пронизывает досуг, особенно и при помощи хореографического и умственного типов труда в смартфоне. И здесь я вспомню концепт, предложенный танцхудожницей Дарьей Юрийчук микрохореографии, который она трактует как демократическая дисперсия танца, присущие ему ценности телесной осознанности и подспудно как ускользание от фаллократического господства и его жестких построений в пользу мягких и множественных материальностей. Юрийчук определяет этот концепт таким образом. Микрохореографии, важна их множественность, идея хореографии, которая позволяет представить стратегии ускользания от уже готовых предписанных сборок тела не только в поле танца, но и в повседневности. Мы можем использовать их как инструмент картографирования собственного движения и чувственного опыта. Они также могут быть интегрированы в повседневность как инструмент активного и генеративного внимания, то есть практически без называния, но явно, что здесь задействуется какая-то риторика связанная с технологиями персональными. И я слышу в реверберации этого концепта также его синхронность с алгоритмической партикуляризацией и смартфонной атомизацией, с неразличимостью какой-либо позиции и телесной сборки, в том числе в политике, и с нейронным воображаемым сегодняшней техноидеологией. И еще два примера. Под призывом «Работай больше, отдыхай больше» в июле 2016 года, три года назад, четыре художницы, кураторки, художника-куратора Алексей Борисенок и Оля Сосновская, уже упомянутая выше, Дина Жук и Николай Списивцев организовали цикл событий в бывшей заводской столовой в их родном Минске. Вечеринки, кинопросмотры, сеансы медитации и гипноза, семинары и трудовые сессии. Почти весь спектр или претендующий на весь спектр современного перформанса. Даже танец, по-моему, они задействовали в какой-то из... Да, вот в последний раз точно был танец. Их призыв обращал внимание на то, как труд и работа безостановочно колонизируют время, тело и аффекты и даже периоды, кажущиеся непроизводительной лености. Парадоксальным образом, абсолютное увлечение труда скрывается восприятием его как развлекательного и гедонистического. Художники инсценируют во временной коллаборативной практике своеобразный аквариум, подсвечивающий постфордистских прикариев, у которых трудогаллическое обсессивно-компульсивное расстройство пропорционально росту различных квазиэзотерических и фармакологических попыток его компенсировать. де творчество, аффекты и общение вне рабочего места все равно поставлены на конвейер эффективности. Подобные инсценировки имеют прецеденты. Например, Первомайский конгресс творческих работников 2010-2012 годов, инициированный Николаем Олейниковым, Марией Чеханадских и другими авторами, где преобладала активистская солидаризация и попытка отстоять справедливую компенсацию для художников и писателей так же, как для работников других индустрий. В «Работай больше» и «Отдыхай больше» появляется также обращение к аффектам и психическому износу как трудовым категориям, к терапевтическим и эзотерическим практикам как внутренним порождением современного рыночного общества. Терапия и слабая эзотерика выступают не как пережитки архаичного не до конца рационализированного прошлого, а скорее как побочные эффекты эксплуатации или амортизационные механизмы для воспроизводства господствующего статус-кво. Их структурная эквивалентность базису эксплуатации и объясняет их сущность как аппаратов идеологической настройки. Я имею в виду всякие терапевтические и эзотерические формы социальности. А статус-кво в данном случае я имею в виду вслед за авторами работы «Больше, отдыхай больше» кремниево-долинный статус-кво такой техноутопический имеет в своей генеалогии удивительный синкретизм западного технопозитивизма и утопических ньюэйджерских квази-ориенталистских учений. Вот не все уже помнят, что майский конгресс творческих работников, проходивший несколько лет в период попыток реабилитации левого дискурса в публичном поле, был задуман Николаем Олейниковым вместе с прочими как то, что он назвал словосочетанием «творческое общежитие», видимо, в Пандан или как-то отдавая оммаж итальянской мысли 60-х, где фабрика мыслилась, расширявшаяся на все социальное поле. И это творческое общежитие не только предполагало продолженное трехдневное проживание группы интеллектуалов в модусе творческой коллаборации, обмена знанием, пошива модного платья, поэтические чтения, концерты и совместный поход в колонне на День труда 1 мая. Важно, что произведение было означено императивом паррезии, искреннего высказывания об угнетенном ненадежном социально-экономическом статусе или прикарности, но также смещало временные рамки конвенциональных художественных событий целых три дня без остановки. Как писала критик Мария Чеханадский, в эссе «Аффективная солидаризация» художественная часть Конгресса способствовала аффективному сближению разнородного состава участников. И в эссе «Трудности перевода» «Прекаритет в теории и на практике» можно сказать первопроходческое, пионерское и важнейшее эссе в истории русской критики 2009 года, который будет являться неким прецедентом для моего сегодняшнего дискурса, в котором Чеханадских рефлексирует по поводу прошедшего майского конгресса. Она находит возможность для политических инструментов борьбы в процедурах парезии, то есть правдовещания, всплеска откровенности или коллективной речи в модальности искренности о вытесненных аффектах эксплуатации. Это их аффективный выход. И важно, что те усилия предпринимались накануне гражданской мобилизации и бума политического участия 2011 года, когда часть русских интеллектуалов стремилась реабилитировать в публичном дискурсе левые точки зрения дискредитированы в предыдущий период посткоммунистического коллапса. И можно, наверное, этот аффективный выход, упоминаемый Чаханатских, сравнить с таким гипоманиакальным подъемом, предчувствием хорошего настроения. И любопытно, я уже, мне кажется, сравнивал неоднократно, что волны общественного воодушевления и последующей реакции, репрессии и пассивности описывают в матрице индивидуальных психических циклов настроения и продуктивности. Вот социолог Александр Бигбов обрамил эти метафоры постпротестной меланхолии, ретроспективно вспоминая о моментах публичного сбора на улице, как, цитирую, смесь эйфории и бесконечных опасений. И, как я обещал, я обсужу или упомяну, или не знаю, насколько я смогу теоретизировать, но мне кажется, важно упомянуть концепт из Маркса, который тот называл резервная армия труда, который, мне кажется, как-то обрамляет предшествующее рассуждение о социальном положении перформеров. и в этих пассажах о резервной армии труда очень своевременно выясняется роль технологии, которая сопутствует возрастающей производительности труда, то есть все больше эффективности, которая при этом парадоксальным образом сосуществует с искусственно поддерживаемой безработицей или возрастающей безработицей. Больше того, в них, в этих пассажах дважды встречается слово ненадежной или то, что мы сейчас именуем прикарностью. Застойное перенаселение образует часть активной рабочей армии, но характеризуется крайней нерегулярностью занятий. В силу этого она составляет для капитала неисчерпаемый резервуар свободной рабочей силы. Ее жизненный уровень опускается ниже среднего нормального уровня рабочего класса, и как раз это делает ее для капитала широким базисом отраслей особенной эксплуатации. Она характеризуется максимумом рабочего времени и минимумом заработной платы. Под рубрикой «Работы на дому» мы уже познакомились с ее главной формой. Каким образом могло случиться, что чем больше они работают, чем больше производят чужого богатства, и чем больше возрастает производительная сила их труда, тем более ненадежным становится для них даже возможность их функционирования в качестве средства для капитала. И второй раз, где встречается это слово. Чем выше производительная сила труда, тем больше давление рабочих на средства их занятости, тем ненадежнее, следовательно, необходимое условие их существования, продажа собственной силы для умножения чужого богатства. Капиталистическое накопление постоянно производит, и при том пропорционально своей энергии и своим размерам, относительно избыточное, то есть избыточное по сравнению со средней потребностью капитала возрастание, а потому излишнее или добавочное рабочее население. Рабочее население, производя накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах производит средства, которые делают его относительно избыточным населением. но если избыточное рабочее население есть необходимый продукт накопления или развитие богатства на капиталистической основе, то это перенаселение в свою очередь становится рычагом капиталистического накопления или даже условием существования капиталистического способа производства. Оно образует промышленную резервную армию, которой может располагать капитал, и которая также абсолютно принадлежит ему, как если бы он вырастил ее на свой собственный счет. Она поставляет для его изменяющихся потребностей самовозрастания постоянно готовый, доступный для эксплуатации человеческий материал, независимый от границ действительного прироста населения. Увеличение спроса на труд, которые вообще могли бы вызвать ищущие применение добавочные капиталы, во всяком случае нейтрализуется в той мере, в какой оно покрывается рабочими, выброшенными машиной на улицу. Ну и, наконец, давление незанятых рабочих принуждает в то же время занятых давать большее труда и таким образом делает предложение последнего до известной степени независимым от предложения рабочих. Ну, я предлагаю понять это как аллегорию, ну, или, может быть, прямое описание положения художественных деятелей сегодня. Спасибо. Господа, вопросы? Да, если есть вопросы, поднимайте руку, я вам дам микрофон, чтобы люди, которые смотрят нас онлайн, тоже услышали. Спасибо большое. Меня зовут Тимофей. У меня, я хотел сказать огромное спасибо за интересную, довольно трудную и довольно я бы сказал в хорошем смысле злую лекцию. У меня один очень короткий вопрос. В зависимости от того, как вы на него ответите, я задам, если получите, если вы разрешите, еще, допустим, два. Можно ли вот в рамках вашей лекции поставить знак равенства между перформансом и политическим акционизмом? Если очень хочется, например. Мне. Нет. Нельзя совсем. Но, смотрите, вот хорошо, вот вы привели в качестве примера Айсидорина Гори, да? Почему при минимальном желании мы не можем сказать, что это было произведение политического акционизма? почему нам обязательно нужно это определять как перформанс? Ну, терминологически я не думаю, что это как-то существенно. Напротив, я, мне кажется, подчеркивал, что ни у самого перформанса, ни у труда, ни у самой даже политэкономии нет какой-то совершенно фиксированной раз и навсегда определенной коннотацией и что они являются множественными и плавающими и если в это поле вносить акционизм тоже какой-то подвид или спутник или восточный брат того, что мы теперь называем перформанс, то картина еще усложняется. Но вообще вы верно подмечаете какие-то морфологические или даже можно сказать внутреннее сходство до этого произведения «Рыцаритизабилити» в том, как оно задействует публичное пространство города и такой политический почти вызов верховной власти, но если не Кремлю, то внутри балетной, танцевальной диспозиции. Вообще можно таким образом начать думать, но вообще акционизм это настолько специфический дискурс и я даже как-то не могу сразу как-то его начать интегрировать сразу в это рассуждение. Спасибо большое за ваш ответ. Дело в том, что я немножко занимаюсь политическим акционизмом, я являюсь активистом молодежного демократического движения «Весна». Не знаю, слышали ли вы про такое. И, соответственно, все, что вы говорили на своей лекции, я немножко пропускал через себя, через то, чем занимается движение, которому я принадлежу, и это вызывало во мне очень много конфликтов. Дело в том, что мы являемся праволиберальным движением, и, соответственно, да, вот этот теоретический конфликт, он уже очевиден. В связи с этим вот какой вопрос. Вот почему, например, такие левацкие политические активисты, как, например, движение «Родина» или как Петр Павленский делают свою работу и делают свои перформансы так хорошо, а мы, движение «Весна», делаем их так плохо. То есть, это связано только исключительно с тем, что Петр Павленский левак, а мы как бы пытаемся быть правыми либералами и поддерживаем праволиберальную платформу. И в этом вот есть некая, то есть, в самой структуре политического активизма есть что-то, что противится праволиберальной мысли. Не получается нашу повестку выразить методом уличного политического активизма. Или это просто потому, что они талантливые, мы неталантливые. Это первый вопрос. И второй вопрос, что как вам вы хотели сначала ответить или вообще я слишком много говорю? Давайте я отвечу. Вот, кстати, предшествующий вопрос об акционизме, я хотел сослаться на такого литературоведа Джонатана Брукса Плата и его эссе о московском акционизме, ну, вообще об акционизме в целом, хотя он специфически использует именно московский акционизм, который он трактует как раз в связи с неолиберализмом и неким последним воплем перед тотальной глобальной триумфальной победой неолиберализма. Акционизм он называет последним авангардом. Так что в этой диахронии, о которой я говорил, вот в специфический современный перформанс, акционизм 90-х будет как такой, знаете, как проигравшая задушенная оппозиция в прошлом. Ну, вроде, не знаю, загубленная в крови парижская коммуна для 1917 года. Ну, хотя нет, дурное сравнение. Вот, а касательно политических связей политического и его различных спектров и искусства, то я просто отвечу, что мне вот очень нравится понятие из политических политологов Шантальмуф и Эрнеста Лаклау, которые они назвали словосочетанием цепочки эквивалентности, в которых различные группы политических субъектов или угнетенных находят временные и нестабильные, но в то же время объединяющие их общности в оспаривании той или иной гегемонии или в предъявлении контргегемонии. И эта концепция очень продуктивна была на протяжении последних лет 30-ти в политической теории и питает, до сих пор питает практические, тактические даже рассуждения, но я не берусь судить с должным уровнем какой-то компетенции, поскольку я не занимаюсь этими делами профессионально, я занимаюсь художественной критикой, хотя, конечно, вижу свою деятельность в более широком поле общественной деятельности, но я опять здесь сошлюсь на тот диалог, который имел с художником Дмитрием Веленским в начале мая, сразу, даже, по-моему, 1 мая, после шествия, ну, не я один, был какой-то общий разговор, после шествия, общегородского шествия, в которой принимали участие колонны творческих работников, и я в том числе присоединился, где был поставлен вопрос художницей и кураторкой Натальи Глюкли, Першиной и Киманской о том, с какими представителями какого спектра стоит идти творческим работникам, вот, и был такой довольно интересный разговор о том, как сейчас происходит диспозиция, или точнее, какая позиция вернее по отношению к режиму, мне кажется, что идея о цепочках эквивалентности и даже некой, я бы даже, если вы мне адресуете такой вопрос, я приму эту позицию и скажу, мне кажется, что требуется некое сближение что ли либеральной левых позиций. Скоро они являются собой оппозиционными. Да, да, да. Но вообще это, конечно, не мое поле вообще. Что касается художественных проявлений, то действительно в этом важна эстетическая составляющая и составляющая возможно той публичности, которую могут даровать или производить художественные практики, в том числе перформанс. Но не только. Хорошо, спасибо большое за ответ. И тогда совсем короткий вопрос. Как вы оцениваете Петра Павленского как художественное и политическое явление именно в разрезе вашей лекции? Спасибо. Я не могу давать оценки художникам. И да, может, потом мне нужно подумать об этом. Еще вопросы? Здравствуйте. Такой вопрос. Говорили о том, что есть некие конвертные действия, действия связанные с тем, что труд у нас в общем работники становятся биороботами. Есть такое понятие как бытовой танец. и, насколько я знаю, в Германии делают постановки бытового танца, то есть делают спектакль полноценный, состоящий из каких-то бытовых движений. Все это оформляется у меня такого спектакля перформанса. Сталкивались ли вы с этим и вообще какая специфика у этих произведений? Какие особенности? Конкретно с этой конвенцией немецкого бытового танца я не сталкивался. Спасибо, что информировали меня. Я постараюсь узнать больше об этом. Но исходя из того, что вы описали, я возьму на себя смелость вписать вот это явление в какой-то более широкий тем более, что вы сравнили сами его с конвейерным действием в 20-30-е годы, то я возьму на себя смелость сравнить это с не сравнить, вписать это в более широкий процесс того, что художественный критик Бенджамин Бухло назвал в свое время деквалификацией. Правда, применительно не к танцу, не к перформансу, а к изобразительному искусству. И он взял это слово из политэкономии тоже. из трудовой теории, а если быть точным, источником этого слова является тоже капитал Маркса, где тот описывал преобразование навыка и телесности рабочего в переходе к промышленному капитализму от ручного навыка и полноценной виртуозности ремесленника или крестьянина, который обладал средствами производства, лишившись средств производства, свободные рабочие на фабрике был редуцирован к менее квалифицированному труду или неквалифицированному труду монотонного повтора. Человек сидит у конвейера или у станка и нажимает одну и ту же кнопку целый день. Частичный рабочий Маркс это называл. И Бухла увидел в модернистском искусстве, в модернизме, начиная с Моне, если не с Курбе, некую симптоматизацию или аналогизацию этого процесса деквалификации, как она происходила без скилла. Да. Ну вот, когда Моне отказывается от прописывания в должной мере, а потом пуантелисты, сюра редуцируют живописное поле. Это аналогично тому, как промышленность фрагментировала, сегментировала и упрощала операции рабочего. И это понятие вообще в целом как-то описывает движение модернизма и авангарда, ну или значительную его часть, в том числе в исполнительских искусствах. И я сталкиваюсь с этим каждый день, ну или не каждый день, часто, с тем, как вновь возникающее искусство задействует деквалификацию в той или иной мере. Но деквалификация всегда связана с какой-то реквалификацией, с обретением новых навыков. Вот я здесь описывал не описывал, приводил в пример вот эти работы, в которых смартфон используется как производительное средство. С одной стороны деквалификация, то есть такой регресс к пассивной позиции лежания. Но с другой стороны они обретают какие-то новые навыки трансляции и манипуляции образами на экране. И когда вы говорите о каком-то бытовом действии, наверное, есть нечто схожее, что ли, с этим. Спасибо, Егор, за ваше размышление. Они толкнули меня на такой вопрос. Как вы прокомментируете ряд тезисов, которые выстраивает в своей работе Джон Дьюи, это работа 1934 года, искусство как опыт. я сейчас делаю отсылку к американскому прагматизму, потому что мне кажется, что интересно было бы, что вы скажете об этом, поскольку вы выстраивали всю свою работу на отсылкам к континентальной философии. тезисы Дьюи о том, что любой, почти любой производительный опыт обладает потенциалом быть искусством. Очень верно, что вы вносите эту традицию американского прагматизма и к специфической Дьюи в рассуждение об обсуждавшихся сегодня или упоминавшихся сегодня вопросах, коль скоро действительно была проделана некая реабилитация или включение этих идей в осмысление аффектов присутствия и феноменологических сторон в недавний период, особенно учитывая, что те идеи были синхронными континентальной традицией феноменологии. Верно, что это нужно интегрировать и иметь в виду одна из референций. Спасибо. А я еще вспомнила про фильм «Земля» Довженко, где деквалификация, интересный конфликт фильма построен на том, что рабочие тут, новые трактора, как мы будем теперь жить, кто будет походить землю и так далее. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос? Спасибо, Егор, за твою виртуозную совершенно лекцию. я хотел даже, может быть, не вопрос, а скорее комментарий, особенно касается размышления, потому что лекция была про экономику, и мне кажется, надо над этим сосредоточиться. Когда Хитт пишет об эффекте дешевого присутствия, я его понимаю, но мне кажется, что здесь есть другой аргумент, что пролиферация распространения перформанса и живого присутствия связана с тем, что это очень дорогая вещь, то есть на самом деле не дешевая. И проблема в том, что публика хочет и способна видеть только очень дорогие вещи, никто не видит дешевые вещи. То есть вот тот эффект, вот ты амбар в Нью-Йорке показал, упоминал целый ряд имен, это очень дорогое искусство. И в этом плане музей вступил в конкуренцию как бы с театром оперы и вот всеми вот этими живыми вещами, которые вообще в иерархической экономической лестнице культуры стоят намного выше музея. Содержать оперу намного дороже, чем содержать музей. Содержать театр, это большой театр, я имею в виду, понятно, что есть там что-то подвальное, которое может там ничего не стоит. И мне кажется, что вот этот интерес вот он связан именно с разгонкой экономики, что если ты хочешь быть серьезной институцией, ты и более того, даже с точки зрения вот прикарности труда, оплаты даже вот по минимальным тарифам, как вот был разговор вот с делегированным перформансом Собрамович, какая минимальная ставка идет там в Локме, там в Лос-Анджелесе и в Москве, то есть в принципе у Александра Перича вот эти там шестимесячные перформансы вот сейчас вот победитель венецианской биеннале, который победил биеннале, но не может держать непрерывность вот этого вот эндюранс перформанса в течение дня, недели, они дают его один раз там в месяц. И вот здесь мне кажется, что вот очень важно дифференцировать. И тоже твоя вот критика музеев, когда ты говоришь, что это исключительно формы машин отчуждения и, как ты говорила, эксплуатации. Это правда. Лаборатория изобретения, внедрения. Лаборатория внедрения новых форм отчуждения и эксплуатации. Это правда, но помимо этого эта лаборатория занимается, какой-то отдел наверняка занимается именно этим, но там еще есть много других отделов, потому что музеи тоже довольно разные. И мне кажется, что вот эта недифференцированная критика, она немножко вызывает такую форму полной резиньякции. То есть, ну а что с этим делать? Не участвовать? Ну окей, но всем хочется участвовать. И участвовать в чем-то хорошем, а не в плохом. Поэтому я настаиваю, что все-таки на какой-то диалектическом противоречии, которое всегда было вложено в проект искусства, что это и то, и то. Спасибо большое. Спасибо большое за реплику. Но я скажу, что я сам участвую в этом, или хочу участвовать в этом. Вот сейчас участвую. И поэтому, мне кажется, важно подчеркнуть какую-то другую сторону. И все-таки я не соглашусь касательно… Мне кажется, то, что ты говоришь, это логика, похоже на логику реэгономики, когда говорили о trickle-down, перепадения. Потому что эти гипербюджетные застройки и зрелищные институции свидетельствуют больше скорее о гиперконцентрации капитала и растущей асимметрии, поскольку низшему классу исполнителей, авторов перепадает крайне мало. и… хотя действительно в некоторых особенно редких случаях звездных авторов, например, Пирич, можно говорить о том, что происходит какое-то вскрытие, что ли, или переподчинение институциальных бюджетов. Например, в газете для скульптурного проекта в Мюнстере она пишет, что гонорары ее перформеров больше, чем она сама получает за бинали, потому что она получает однократно, они там сидят несколько месяцев или недель. но это касается только 0,01% или 1% деятелей. Спасибо, очень интересно. Вот я хотел бы просто уточнить. Тут очень важные разговоры идут. Смотрите, буквально мы услышали, вот взял некто и обругал Путина. Что это к чему привело? Да ни к чему не привело. Ну, можно сделать что-то и за что-то получить большие деньги. Что это изменит? Да ничего не изменит. Просто одни деньги перейдут из одного в карман, в другой карман. А вот мы находимся накануне юбилея революции большой, когда группа людей побежала, захватила Бастилию, оторвала коменданту голову, водрузила ее на пику и бегала по Парижу. И это был и акционизм, и перформанс, и все, что как угодно ходите. Это грандиозные изменения в истории человечества произошло. Уточните, вот Дмитрий как-то разделил там вот в разговоре, я хотел вот об этом спросить. У вас очень важная тема вот с капиталом и со всем этим. Но понимаете, ведь это все в основе лежит труд, а труд это такое какое-то действие, да? Вот. А когда вы говорите о присутствии, ну, это не совсем может быть действие. Вот. Поэтому я хотел вот точнить, вот когда вы говорите о перформансе, как там определяли, ну, я вот не могу понять, является ли это вообще действием и каким действием, если это можно определить. Это на уточнение просто вопрос. Можно ли как-то его характеризовать? Ну, как отдельное действие или как действие, включенное в какой-то промышленный процесс? Вот у вас основа. Здорово, что вы напоминаете о пафосе того события, верность, которому должна быть культура, как просвещенческий проект, должна сохранять. Я солидарен с этим. И касательно теперь вопроса вашего. Мне казалось, что не то, что казалось, я хотел как раз обратить внимание на обусловленность или сконструированность или приходящесть и историчность различных систем или не систем, а оптик оценки или придания ценности чему-либо. Точнее, не чему-либо, а действуем и объектам или людям. Что ввиду того, что эти оптики не являются какими-то натурализованными и вечными, особенно, что касается труда и компенсации. Мы знаем, что есть растущее неравенство. То само это различие между подлинным действом и бездействием возможно, если не стирается, то точно проблематизируется и выявляется в каком-то своем симптоматизированном апоретическом единстве или различии в том числе посредством перформанса. И у меня нет ответа на вопрос о том, где действие или бездействие может перетечь одно в другое или где последнее или первое станет первым и наоборот, как в интернационале, кажется. Но возможно, это какой-то неэстетический дискурс, как вы сами верно указали. Спасибо большое. Очень безумно интересно, понравилось. Сложноватая, конечно, тема. Нужно еще над этим подумать, почитать. Скажите, пожалуйста, sharing economy, вы сегодня упомянули. Приведите, пожалуйста, пример перформанса, который именно к ней можно отнести и все те примеры, что вы сегодня приводили, они именно характеризуют общий какой-то интеллектуальный труд, либо какой-то именно любой труд, трудовой день, который длится 8-9 часов. Спасибо. Ну, как пример, который мне приходит в первую голову, который обращался к экономике деления sharing economy, это такой художественный коллектив, который в краткосрочное время существовал и носил название летучая кооперация, который эксплицитно или прямо что ли обращался к возможности бартера, обмена и нерыночных систем взаимозачета экономики для поддержания художественного коллектива в условиях прикарности. и их такие мимолетные и игривые действия проходили в городском пространстве и в частном пространстве. Например, вот у них был такой бартерный кафе. Они просто пригласили всех своих знакомых к себе в гости, чтобы заранее составили список ингредиентов, пригласили всех своих знакомых и попросили принести их тот или иной списка. И потом устроили совместный ужин и задокументировали его. И потом тщательно подсчитали все оставшиеся ингредиенты. суть была в том, что они воспроизводят социальность или какую-то базовую процедуру воспроизводства и коммунальности на не капиталистической и не рыночной основе, что они обходят товарное хозяйство таким образом и обменивают свой труд готовки на вклад продуктов питания со стороны гостей. Они излагали описание этих перформансов в журнале, в котором я дружусь, в художественном журнале, в 101 номере. И часть летучей кооперации является частью летучей кооперации является дуэт группировка ИВ, которые тоже обращались к sharing economy, но уже в параметрах цифровой экономики, в том, как работают платформенные приложения и, например, такси. Я не знаю, такси, не такси, вот эти нынешние сервисы, сервисы Uber и прочее, являются они sharing economy. Вот, да, у них, значит, есть работа про... Uber нет, извини, вот, не санкаршерингом, а санкаршерингом. Вот. Ну, еще, я вот вспоминаю, в Санкт-Петербурге я видел отличную выставку в мае в пространстве Kunsthalle номер 7, где антропологов и социологов, которые изучают окраины, попросили сделать художественные произведения или инсталляции на основе их исследований в Санкт-Петербурге и окрестностях, где того же рода как бы низовые окраинные формы обмена между соседями были и предметом исследования и эстетизации. Но факт в том, что интересно, что это делали не художники, и их инсталляции были сделаны лучше, чем у имеющих профессиональное образование художников. Но это то, что я могу вспомнить вот так, и это очень ограничено моим опытом, так что я не могу сейчас предъявить какое-то такое информированное обозрение или выборку действительного точного разбора с художественными средствами проблематики этого аспекта или сферы sharing economy. Еще вопросы? Егор, спасибо большое за лекцию. Очень интересно и трудновато ее без определенного бэкграунда воспринимать. В связи с этим вопрос. Могли бы ли вы пояснить концепт одновременно перетруженного и безработного работника такой же телесности? И еще один вопрос. Переход от пролетариата к прекариату он все-таки обусловлен наличием какого-то гиперкапиталистического господствующего класса или это скорее какая-то естественная эволюция, смена парадигм в обществе, технологический прогресс, который естественным образом приводит к таким структурным изменениям в обществе. Спасибо большое за вопрос. Очень важный вопрос. Касательно первых двух можно просто сказать фрилансер. Это слово объясняет или отвечает на этот вопрос, на ваш вопрос. Перетруженный и безработный это тот, у которого нет выходных или который должен себе назначить их сам, который зависим от да. В общем, вы верно также упомянули смену парадигм, что вот раньше была дисциплина и не знаю, карьера на 30 лет, потом пенсионное обеспечение и санаторий, и ты 30 лет трудишься в одной конторе по 8 часов в день и потом у тебя выходные. Сейчас такого нет, сейчас ты трудишься все время и потом нет пенсии или не пенсии. И касательно последнего вопроса, очень важный вопрос, существенный вопрос о том, является ли текущее положение результатом классового господства или естественной или какой-то исторически неизбежной динамики прогресса производительных средств и их отношений, то здесь как раз уместно вот это Марксово описание того, как растущая производительность труда и технологии должны были бы нас высвободить и дать нам досуг и облегчить наше положение. Но этого не происходит как раз потому, что даже не какие-то конкретные капиталисты, а самодинамика устройства общества при рыночном хозяйстве диктует необходимость все большего отчуждения прибавочного труда, то есть неоплачиваемого времени рабочего. Следовательно, парадоксальным образом, вопреки развитию производительности труда и технологий, которые потенциально при другом общественном устройстве могли бы высвободить досуг и действительно освободить прогрессивное и больше того децентрализовать концентрацию благ географически, напротив употребляются для усугубления этого положения в пользу накопления. Понятно? Ну да, да, действительно сменяется парадигма, но... Не понимаю совсем. Еще что-то? Комментарии, вопросы? Можно я тогда задам последний вопрос? Насколько я могла проследить твоей речи из примеров? Есть некое противопоставление музеев, которые, как капиталисты, создают произведения для того, чтобы получить какую-то добавочную стоимость или какой-то капитал социальный или финансовый, используют для этого перформеров, исполнителей, которые являются низшим исполнительским классом и получают очень мало. я так понимаю, что ты тут имеешь в виду каких-то институционализированных художников, которые сделали себе на таких делегированных перформансах большие имена и которые в некой кооперации с институциями являются теми самыми верхушками айсберга, которым достаются все сливки. И здесь ты как бы приводил, я так понимаю, некие контрпримеры, когда ты приводил работы СОЛ, 108 СОЛ, проекты действия, или кооператива Асидорина Горя, несмотря на то, что, насколько я знаю, интенционально эти работы не были посвящены темам труда, то есть Асидорина Горя скорее волновало то, как воспринимается вот это disabled body в городской среде, а 108 СОЛ занимаешься чем-то своим. Я точно не могу сказать, чем, что я там не была. но я не уверена, что тематизировать вот это прикарное тело было основной задачи, но может это Аня уже ушла, нам уже не скажет. Я хотела спросить, а чем эти работы отличаются от тех самых институционализированных как бы вражеских работ вкроенных, встроенных в эту структуру музея, отличаются ли они только тем, что у них нету, что они это делают на самоорганизованных основах, это единственное, что их отличает, или там еще какое-то эстетическое отличие, какие-то другие отличия, то есть если вдруг их пригласят и они встроятся в эту систему, станут ли они вражескими агентами? Да, станут. И вот я как раз пытался сказать, что нужно что-то еще, чтобы класс для себя или какой-то солидаризация с другими угнетенными или отстаивание собственных прав и вот. Ну, а если, например, эти люди практикуют это до того, то есть пока они не станут встроенными в эту структуру, то есть по идее возможно многие из них хотели бы на этом зарабатывать или сделать себе имя или получить премию или еще что-то. То есть насколько это, как ты оцениваешь, насколько это является стратегией, насколько это является неким высказыванием, тематизацией или критическим жестом и насколько это просто ситуация пока не встроенности за счет того, что там отстает мода, еще не выросли сверстники, кураторы, которые понимают это искусство. Важна ли тебе здесь интенция художников или ты смотришь на это со стороны как на явление просто? Важна интенция, но я тоже смотрю на это как... Вот ты верно сказал, что есть какие-то структурные различия вне зависимости от интенции, которая может быть идеологической и захваченной фантазмом крупных имен и их того, чепухи, которую они в своих пресс-релизах толкают. Но есть тем не менее в их деяниях, что ли, ну как ты верно сказала, элемент такой горизонтальной самоорганизации и контр-артикуляции иной публичности. И действительно я вот... Ну ты совершенно все верно проанализировала в своем вопросе. И я не стремлюсь задавать какие-то предписания. Скорее это некие попытки рассмотреть диспозицию текущую. И действительно то, о чем ты говоришь, так и есть. Но большой вопрос, насколько это состояние еще не кооптированности, еще не развитости, всегда ожидающая своего восполнения будет реализована, для кого будет реализована, в какое видео, потому что это напоминает мне ситуацию или дискурс вокруг и уже давно всем надоевшую и хорошо разработанную проблематику самоорганизации в изобретительном искусстве. Как сейчас, так и в период после коллапса коммунизма, когда самоорганизованное изобразительное искусство, создававшее галереи и институции и прочее, жило в ожидании очень скорого подключения к глобальной циркуляции по биеннале и признанию в том, как российский транзит бы превратил страну в одну из глобальной большой деревни. Это хорошо описано, например, в тексте культурной противоречии тусовки у Мизиана, где как раз подчеркивается постоянная возгонка фантазма будущего восполнения и подключения к статус-кво или к господствующему большому искусству глобальному. Но в этом есть если не наивность, то точно проблематичность, поскольку с растущим неравенством и асимметрией и в то же время, помимо того, политической изоляцией эти чаяния становятся все более иллюзорными и требующими рефлексивного пересмотра и, возможно, переориентации на какие-то критические и потенциально политизированные, что ли, но если не стили, то осмысление или позиционирование. Спасибо большое. Я хочу проанонсировать лекции на август. В августе у нас целых три лекции. Первый август мы будем говорить, частично Егор затронул эту тему про ре-перформанс и ре-енактмент и перформанс и